Джессин Часпе, богиня глюкозы. Нормализуйте уровень сахара в крови, чтобы изменить свою жизнь. Озвучил Юджин Найт. Дорогие читатели, что вы ели в последний раз? Вспомните детали этого приема пищи. Вам понравилась эта еда? Как она выглядела? Как пахла? Какой была на вкус? В какой обстановке происходила трапеза? Кто составлял вам компанию? И почему вы выбрали именно эти продукты? Пища крайне необходима нам для жизни. Однако порой она может вызывать нежелательные последствия. Позвольте задать вам несколько вопросов о том, что вы ели, которые заставят вас задуматься. Сколько граммов жира съеденная пища добавила к вашей талии? Не из-за нее ли у вас появились прыщи? Знаете ли вы, сколько бляшек она сформирует в ваших артериях или морщин на вашем лице? Станет ли она причиной того, что через два часа к вам вернется чувство голода, ночью вы будете плохо спать, а утром проснетесь совершенно разбитыми? Короче говоря, известно ли вам, как съеденная вами пища подействует на ваше тело и разум? Многие из нас не имеют об этом ни малейшего представления. Я тоже ничего об этом не знала, пока не занялась изучением вещества, именуемого глюкозой. Большинству из нас собственный организм кажется чем-то вроде пресловутого черного ящика. Нам известно, какие функции он выполняет, но мы не знаем точно, как он работает. Часто мы выбираем, что съесть на ланч, руководствуясь тем, что читаем или слышим, а не тем, в чем действительно нуждается наше тело. Животные едят животом, человек же делает это мозгом, писал философ Алан Уоттс. Если бы наш организм был способен разговаривать с нами, все могло бы сложиться совершенно иначе. Мы бы точно знали, почему через пару часов после еды снова почувствовали голод, почему просыпались ночью и утром встали с постели невыспавшимися. Мы научились бы лучше выбирать пищу. Это помогло бы нам укрепить здоровье и повысить качество жизни. Что ж, у меня есть для вас сенсационная новость. На самом деле наше тело постоянно разговаривает с нами. Просто мы не умеем его слушать. Все, что попадает в рот, вызывает в организме определенные реакции. Ученые пришли к выводу, что воздействию пищи, которую мы едим, подвергаются 30 триллионов клеток человеческого тела и 30 триллионов обитающих в нем бактерий. Результатами этого воздействия становятся тяга к сладкому, высыпание на кожу, приступы мигрени, затуманенность сознания, перепады настроения, избыточный вес, сонливость, бесплодие, синдром поликистозных яичников, диабет второго типа, жировая болезнь печени, заболевание сердца и множество других проблем, сообщения о которых нам посылает организм. Главным виновником этой печальной ситуации я считаю современное общество. Наш выбор продуктов питания определяют многомиллиардные маркетинговые компании, призванные увеличивать прибыли пищевой индустрии. Именно они побуждают нас покупать газированные напитки, фастфуд и сладости под тем ложным предлогом, что, по сути, переработанные пищевые продукты и сахар не представляют угрозы для здоровья. Проблемы вызывают лишь их переизбыток в вашем рационе. Но объективные научные данные однозначно доказывают, что переработанные продукты и сахар вредны даже тогда, когда их употребление не приводит к получению избыточных калорий. Невзирая на это, маркетинговые компании продолжают вводить нас в заблуждение откровенно ложными утверждениями типа, чтобы сбросить лишний вес, нужно лишь контролировать поступление и расход калорий. Никогда не отказывайтесь от завтрака. Рисовые печенья и фруктовые соки полезны. Жирная пища вредна. Сахар необходим как один из главных источников энергии. Диабет второго типа – это генетическое заболевание, с которым вы ничего не можете поделать. Если вам не удается похудеть, значит, у вас слишком слабая сила воли. Если в три часа дня вас одолевает сонливость, это нормально. Выпейте немного кофе. Неправильный выбор продуктов питания сказывается на нашем физическом и ментальном благополучии и не позволяет нам просыпаться по утрам в отличном самочувствии. Мечта каждое утро чувствовать себя потрясающе может показаться несбыточной, но если бы у вас появилась возможность ее осуществить, разве вы не попробовали бы это сделать? В данной книге я расскажу, как этого можно добиться. Ученые уже давно занимаются изучением воздействия пищи на человеческий организм, и сегодня мы знаем об этом больше, чем когда-либо прежде. За последние пять лет в лабораториях всего мира были сделаны потрясающие открытия. Исследователи получили возможность отслеживать реакции тела на пищу в режиме реального времени, и доказали, что значение имеет не только то, что мы едим, но и то, как мы едим, в какой последовательности и в каких сочетаниях употребляем продукты, принадлежащие к разным группам. В черном ящике нашего организма наука обнаружила один показатель, который влияет на все его системы. Если мы в полной мере оценим значимость этого показателя и научимся выбирать пищу, которая способствует его оптимизации, это позволит нам существенно повысить наше физическое и ментальное благополучие. Этим показателем является содержание в нашей крови вещества, именуемого сахаром крови или глюкозой. Глюкоза служит главным источником энергии для нашего тела. Основную ее часть мы получаем из продуктов питания, а затем кровоток доставляет ее в клетки. Ее концентрация в крови может значительно колебаться в течение дня, и резкие повышения концентрации, я называю их скачками глюкозы, влияют на все аспекты нашего существования, начиная с настроения, сна, веса и состояния кожи, и заканчивая здоровьем иммунной системы, риском развития заболеваний сердца и способностью к зачатию. Уровень глюкозы обсуждается достаточно редко, если речь не идет о страдающих диабетом, но на самом деле он воздействует на состояние каждого человека. В последние годы инструменты для определения содержания сахара в крови становятся все более доступными. В сочетании с достижениями науки, это открывает нам доступ к большему количеству данных, чем когда-либо раньше, так что мы можем использовать эту информацию, чтобы досконально разобраться в том, что происходит в нашем организме. Данная книга состоит из трех частей. Первая. Что такое глюкоза и что мы имеем в виду, когда говорим о скачках глюкозы? Вторая. Почему скачки глюкозы вредны? И третья. Что мы можем сделать, чтобы избежать этих скачков, продолжая употреблять любимую пищу? В части первой я объясняю, что такое глюкоза, откуда она берется и почему она так важна. Наука не стоит на месте. Однако новости распространяются недостаточно быстро. Контролировать содержание глюкозы необходимо всем, независимо от того, болен человек диабетом или нет. По оценкам ученых, 88% американцев предрасположены к дисрегуляции уровня глюкозы, даже если у них нет избыточного веса. Причем большинство из них об этом не знают. Когда организм регулирует сахар крови недостаточно эффективно, его уровень резко изменяется. Во время таких скачков глюкоза поступает в тело слишком быстро, и примерно на час или меньше ее концентрация в крови поднимается более чем на 30 мг на децилитр, а затем также стремительно снижается. Эти колебания приводят к многочисленным негативным последствиям. В части 2 я описываю, какое воздействие скачки глюкозы оказывают на нас в краткосрочной и в долгосрочной перспективах. Голод, тяга к сладкому, усталость, выселение симптомов менопаузы, мигрень, плохой сон, трудности с лечением диабета первого типа, эгистационного диабета, ослабление иммунной системы, ухудшение когнитивных функций. Дисрегуляция уровня глюкозы способствует старению и развитию хронических заболеваний, таких как акне, экзема, псориаз, артрит, катаракта, болезнь Альцгеймера, рак, депрессия, проблемы с кишечником, болезни сердца, бесплодие, синдром поликистозных яичников, резистентность к инсулину, диабет второго типа и жировая болезнь печени. Если вы отобразите на диаграмме колебания уровня глюкозы в течение суток, у вас получится линия, на которой чередуются ряд пиков и спадов. Это так называемая кривая глюкозы. Когда мы производим изменения в стиле жизни, чтобы избежать скачков, наши кривые глюкозы становятся более пологими. Чем менее резкие перепады уровня сахарокрови, тем лучше. Более плавные кривые глюкозы позволяют уменьшить количество высвобождаемого в ответ на повышение концентрации глюкозы гормона инсулина. Это способствует укреплению здоровья, поскольку избыток инсулина является одной из основных причин развития резистентности к инсулину, диабета второго типа и синдрома поликистозных яичников. Кроме того, выравнивание кривых глюкозы сопровождается выравниванием кривых фруктозы, которая вместе с глюкозой имеется в сахаросодержащих продуктах. И это также полезно, ибо избыток фруктозы усиливает предрасположенность к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и к неалкогольной жировой дистрофии печени. В части третьей я покажу вам, как сделать ваши кривые глюкозы более пологими с помощью 10 простых лайфхаков правильного питания, которые вы сможете с легкостью применить в повседневной жизни.